У ДК «Химиков» с утра и до вечера многолюдно, как говорят горожане, они привыкли бывать здесь еще с детства и сейчас приходят со своими чадами. У меня трое детей и все трое посещали разные кружки, танцы, какие-то прикладные кружки именно здесь, в этом месте. Чем больше ребенок занят чем-то, тем лучше, где есть ему поиграть, где есть ему позаниматься. Как преобразить дворец культуры, чтобы он был интересен современной молодежи, обсудил широкий круг экспертов. Главный посыл – реновация – должна воплотить в себе открытость, доступность и уважение к истории этого места. ДК «Химиков» для города Казани, для республики Ктарстан всегда был знаковым объектом. Если углубляться в историю, то всегда здесь кипела жизнь и работали разные молодежные сообщества и кружки. Мы сегодня вместе с администрацией Кировского и Московского района, с администрацией города Казани приняли решение о том, что это будет большой ресурсный республиканский молодежный центр и для молодежных организаций города Казани, и для республики Ктарстан. На встрече публике представили эскизы будущих помещений. Все просторное и в светлых тонах. Ядром ДК по-прежнему останутся концертный зал и кинотеатр. Модернизируют хореографические и спортивные залы, хотят обустроить медиа-центр для простора творчества. Здесь те процессы, которые мы видим сегодня, запланированы, запроектированы, однозначно вселяют в нас уверенность, что мы идем к созданию такой, знаете, молодежи новой формации. Молодежи той формации, которая сегодня не обременена такими-то очень серьезными ограничениями, которая готова взлетать. Наша задача лишь создать инфраструктуру для того, чтобы этот полет был правильным. Своим видением на будущее ДК поделились десяток архитекторов. Также выдвигаются различные идеи оставить прежнее название или придумать новое. Это интересный образец архитектуры, советского модернизма, который сейчас все больше и больше внимания и у искусствоведов, и у общественности. Все наши хотелки, все наши картинки, все наши уйдут на доработку. После этого они обсчитываются сейчас параллельно с этим и уйдут на экспертизу. После этого уже будет понятно, что остается, что не остается тогда. Как ожидают после капитального ремонта, обновленный ДК будет открыт в следующем году. Дмитрий Айрин, Сирина Васильева, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.